Ежедневно страдают сотни автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. Неразбериха на многих остановках Иркутска и повальное хамство водителей автобусов уже никого не удивляет. Сегодня наша съемочная группа выезжала на улицы города и увидела, с какой проблемой постоянно сталкиваются горожане, а также узнала, как ее будут решать. Все по порядку в нашей традиционной рубрике «Автохам». За долю секунд водитель явно изменил своим планом. Скорее всего, он испугался нашей камеры и не стал высаживать пассажиров. И правильно, ведь делать это здесь запрещено. В свою очередь, его коллега обходит запреты и выпускает людей из салона прямо на дороге, чем создает неудобства другим участникам движения. Водители маршрута, которые высаживают пассажиров на этой улице, поступают по-хамски по отношению к другим водителям. Высадка людей из салона занимает всего пару минут, но за это время здесь успевает образоваться пробка. А все потому, что маршрутки перегораживают единственную полосу на дороге. Если раньше подобное поведение каралось штрафом всего в 500 рублей, то теперь наказание возросло в 6 раз. Вступили в силу поправки федеральный закон о пассажирских перевозках. Мы же решили проверить, как его соблюдают сейчас. Но очевидно, иркутские водители автобусов и маршруток явно забыли, что высаживать пассажиров нужно только на остановках. И вот они – отговорки взрослых людей. Впрочем, не только наказание за высадку пассажиров ужесточилось новыми поправками. Теперь раскошелиться на 3000 рублей придется водителю, который на ночь припарковал автобус во дворе жилого дома. Бороться с нарушителями могут и сами жители. Достаточно зафиксировать факт хамского поведения и написать заявление в автодорожный надзор или управление транспортом. Раньше не было установленного штрафа, штрафы все были судебные. Сегодня штраф прямого применения, то есть на примере, как штрафы за нарушение ПДД. Вынести штраф, он тут же вступает в силу. То есть раньше такой возможности не было. Именно поэтому приучить водителей автобусов к порядку сейчас можно, что называется, всем миром. Ведь итоги нашего рейда не внушают оптимизма. Практически каждый второй водитель нарушил правила. Так что в этом вопросе еще есть куда стремиться. Павел Марчаков, Владимир Пинаев, новости по будням.